Он такой любит меня урезонивать, а я всё болтаю и болтаю. Получился очень харизматичный дуэт, смеются ребята. Различия в характерах отразились и на образах, созданных Дашей и Никитой. Девочка-непоседа и добрый доктор. Моя идея заключается в том, чтобы разбить существующий стереотип врача, то есть создать какой-то такой немножко безбашенный образ, такой отходящий, выходящий за рамки вообще, и чтобы у детей сложилось впечатление, что не только бывают такие унылые люди в халатах, которые вечно их пичкают какими-то таблетками. Не для таблеток такому доктору нужны большие карманы, а для конфет, разноцветных шариков и хлопушек, заряженных весельем. Ведь ребята собираются работать в детской больнице. Двое второкурсников педуниверситета решили стать первыми на Вологодщине больничными клоунами. Первые больничные клоуны появились в Америке в 1986 году. Кстати, основоположником стал наш соотечественник Владимир Ольшанский. Сейчас же больничная клоунада практикуется по всему миру. Существует более 30 крупных организаций, занимающихся этой деятельностью. Артисты работают с детьми, проходящими агрессивное лечение, детьми, находящимися в кризисных ситуациях. Это тот случай, когда клоун – это серьезно. Вологодские артисты только начинают писать сценарий. Но как будущие социальные работники, трудности больничной клоунады представляют себе вполне реально. Эта работа выматывает эмоционально, говорят ребята. А еще надо очень осторожно общаться с маленьким пациентом, чтобы не навредить. Потому необходимо продумать все мелочи, даже в костюме. Чтобы у детей не было испуга какого-то, они должны нести какую-то радость детям. Они должны быть яркие, солнечные, но и одновременно не очень кричащие. Эти костюмы ребятам достанутся совершенно бесплатно. Здоровую акцию решили поддержать в ателье Елены Ролич. Ведь первые проблемы, с которыми столкнулись вологодские артисты, оказались финансовыми. Благотворительная клоунада – не дешевое удовольствие. Но халат доктора-клоуна и розовая юбка его спутницы – только полдела. Ботинки, носы, какой-то самый первоначальный грим и атрибуты для сценария – на это все, естественно, нужны средства. Поэтому Даша и Никита обращаются за помощью к спонсорам. Связаться с ребятами можно по телефону 8-921-824-4717. Костюмы будут готовы уже в начале следующей недели. И только от Вологжан зависит, как скоро больничные клоуны смогут выйти на работу и помочь выздоровлению маленьких пациентов. Дарьян Финогенова, Василий Попурин. Новости Вологды.